привет народ привет подписчики привет гости моего канала кто недавно только зашел но видео в принципе видео для всех просто почему я решил снять такое видео когда я людям объясняю что такое одноточное крепление двухрам полурам да и двухточное крепление кто-то это понимает кто-то это не понимает кто-то делает двухточное крепление но все равно чуть чуть неправильно да вот я хочу в этом видео рассказать что такое одноточное как это влияет это на примере тех кто строит ну я также и видео объясняю что передняя ступица от классики она не особо подходит для погрузчиков почему она работает но она грубо говоря работает там до 200 килограмм до по грузоподъемности свыше 200 килограмм там если тем более часто или вообще постоянно работать свыше 200 килограмм то начинает качаться ось ступицы кто-то говорит да как она может качаться на машине же ничего не случается на машине она подрессоренная здесь жестко здесь вся нагрузка вот на эту две полу рамы качаются именно на этой оси вот все равно люди не понимают и продолжают строить мы устроите вы погрузчики сейчас фокусировка опять пропадает дело в том что если вы строите тем более на продажу если строите надо делать сразу как можно жестче потому что не дай бог погрузчик сломается в сторону оператор да здесь оператор сидит и его зажмет там стойками стрелы вот для примера было меня такие уши были сварил вот это у нас будет одноточное крепление здесь ваши две ступицы до которые на чем поворачивается рама но вот это одна ступица на котором идет отклонение рамы вот это я называю одноточное крепление неважно здесь две ступица здесь поворотная или здесь это не принципиально факт том что вот эта ось одной ступицы на которой рама играет и то есть одна точка крепления двух полу рам вот эта схема двухточечная она здесь две точки и здесь две точки вот чтобы было понятно пришлось вот такую как бы макет изготовить да вот мы берем нашу одноточную погрузчик с креплением одной точки мы зажимаем делаем имитацию мотор оператор да что задняя часть у нас нагружены здесь у нас стрела со стойкой при том на хрен длину метр двадцать метр сорок до представьте вот такой рычаг который помогает еще и с грузом помогает давить вот на эту раму видно дача у нас происходит вот так же происходит с нашей осью идет нагрузка на эту ось и при больших грузах образно говоря да да и вот вроде сейчас кто-то скажет да конечно хер ты такой блинчик положил на хрен вот мы ложим этот блинчик у нас естественно рама нагибается и это можно заметить у многих у кого одноточечное крепление когда резко кто-то можете видимо посмотреть у нескольких когда там у некоторых людей когда резко стрелой мотыльнёт с грузом у него и передняя рама отдельно шатается от задней вот за счет вот этой ступицы на которой одна оська всю эту нагрузку держит сзади какой вес и спереди и происходит вот такой вот мотыляние чпонь 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 и рано или поздно ее согнет это ладно согнет а еще ломает были такие люди у кого ломали это хорошо что они видео выкладывали про то что у них вот эту оську сломала она рано или поздно такое будет если превышать нормы да там примеру 200 килограмм терпимо 250 и выше и у тебя рано или поздно все равно это произойдет мы испортили наш трактор надо его разбирать что-то опять мудрить что-то делать пусть пока не ломает но вот это мотыляние вот это мотыляние его постоянно видно со стороны когда человек снимает идет мотыляние вот на этой оси теперь наше двухточечное крепление здесь у нас башка этого наконечника и здесь башка наконечников здесь у нас рама поворачивается здесь палец закреплен жестко здесь у нас тоже башка да и у нас происходит поворот но это идет две точки я даже руками его хрен согнул да прекрасно понимаете я думаю пример достаточно хороший тоже имитируем груз задний мы ложим спокойненько груз он его просто перевешивать также у вас будет и с трактором эта рама монолит с этой рамой у нее не происходит качение вот в этом месте ставим груз даже можем нажимать он будет поднимать задний груз мы его зажимаем даже вот представляете я своим весом еще давлю добавочно и вот такой полурами ничего не будет если вы себе строите их чтобы хотите чтобы были уверены делайте двухточечное крепление на тракторе не одна точечная вот это вот который у вас будет вот так качаться качаться на этой оси и и по-любому согнет рано или поздно лишь бы не ломала чтобы не зажал оператора вот так вот идут стойки его ломает вовнутрь из а вы сидите на сиденье его зажимает это не так безопасно грубо говоря можно делать я понимаю что не у всех есть деньги или еще чего-нибудь по каким-то причинам собирают на жигулевских ступичных этих просто не превышаете грузоподъемность да там 150 200 килограмм и нормально будет он у вас принципе работать но для вас жесткой уверенности как говорится только двухточечное крепление как я это называю для примера возьмем такой момент вот тоже двухточечное крепление да тут у нас поворачивается вот он наша башка вот у нас поворачивается и здесь поворачивается здесь у нас жестко закреплена на косынках все тоже двухточечное крепление что с фокусировкой но люди еще вроде как ты сделал двухточечное крепление все должно нормально быть но так как у нас здесь рама пустотелая у вас есть возможность что вот этот швеллер вывернет а если раму еще и больше 40 там 50 там 60 сантиметров шириной есть возможность он будет играть именно на этом швеллере он его свертолетит почему здесь добавлены косынки грубо говоря косынка заходит за границу вот этого и усилена чтобы он предотвратить выворачивание вот этого швеллера это вот один пример до который вот не усиливали не вставляли сюда второй швеллер внутри не усиливали косынками вот эту перемычку а просто сделали тоже двухточек вроде все нормально вроде жесткость как бы есть но будет играть вот на этом швеллере и один еще один пример тоже двухточка вот на этих шарах он играет вот он швеллер пустой если вот эту башку вот сюда поставить он будет играть вот на этом швеллере моем случае одна точка соединена на раме вторая точка почему я говорю я использовал длинную тягу во-первых это и заводская извините мужики если пропадает это резкость вторую точку я увел дальше от этого швеллера ну неважно сюда даже поставить сюда да это по-своему играет это по-своему играет если вот эти две точки поставить на этом швеллере то и будет пытаться вывернуть швеллер если не поставить никаких усилителей я надеюсь что пример я вам показал более понятно теперь камеру поставлю так что вот такой узел годится для обычных тракторов которые полуги таскают телеги окучники ну обычные садовые трактора для них это наши деды даже строили еще эти трактора и они работали все прекрасно ходят годами ничего с ним не сходят но когда начали на них строить погрузчики вот такой рычаг здесь вот такой длинный рычаг он его давит с грузом естественно всю эту нагрузку испытывает вот эта ступица поворотная и вот эта оська гнется ломается так что просто я хотел показать пример одноточного крепления двух рам и двухточечное крепление рам я его вроде какие-то электроды до тройка я даже своим весом не могу его согнуть также и в жизни и в реале то же самое одна точка и две точки ну надеюсь было видео полезно особенно это для новичков я думаю будет полезно ставим лайки нет ставим дизлайки комментируем так вы помогаете продвигать канал все мужики всем спасибо всем пока